Всем доброе утро! Сегодня решила позавтракать в студии. Здесь прохладно, просторно. Приготовила себе вкусный завтрак. Дети уже уехали работать в кафе, ну а я немножечко спала побольше. Поэтому вот отдохнувшая. Сейчас вкусно покушаю, поем, посмотрю какой-нибудь фильм, ну чуть-чуть. И тоже пойду работать на огород свой. Вчера я так устала, что даже когда снимала последнее видео о том, как я посадила там растишки по второй грядке, я нажала, в общем, не знаю, когда я нажала, короче, видео у меня не получилось. Поэтому предыдущий день такой оборванный, но сегодня утром я покажу вам, на чем я вчера закончила, конечно же. Всем хорошего дня! И вот показываю вам свой завтрак. Конечно, он не может быть без моего любимого риса, который, как я уже говорила, всегда у меня в рисоварке пуртито, всегда он там готов. Это свежезаваренный вкусный чай с бергамотом. Я еще из Москвы привозила. Это мои блинчики, которые я накануне пекла. И вот хочу съесть кусочек сыра с блинами. Кстати, эти блины дядю почему-то не очень понравились. Ну, он съел там пару блинов и сказал, что не очень сладкие. Хотя они совсем не сладкие, потому что я не кладу много сахара в связи с тем, что они будут плохо от сковорода отлипать. Вот я не знаю, то ли это у него, то ли это у всех корейцев. У них какое-то понятие вкуса, вот этого сладкого вкуса. Другое, не такое, как у меня. Вот я заметила. Для меня блины не сладкие, для него сладкие. Какие-то булочки есть корейские, бобовые. Они до того приторные. Я не знаю, что там добавлено. Я даже их есть не могу. А ему они кажутся не сладкими. Понимаете? Получается, где человек родился, какой вкус ему с детства появится. С таким вкусом он и живет по жизни. Ну что ж, еще раз всем доброго утра и хорошего дня. На улице хорошо. Ну, достаточно прохладно. Опять те же 8-9 градусов обещают до 12 плюс. Смотрите, какая красота. Цветочки распускаются. Весна в Корее уже вовсю. Мне так нравится. Около каждого дома стоят вот эти горшки. Но здесь земли нет, поэтому они все в горшках выращивают. Так мне нравится. Прихожу к перекрестку. А здесь такая огромная гора. Красота. Там гора. И оттуда гора. И везде горы выглядывают. Вчера вечером темно было, не могла вам показать. Вот что здесь творится. Вот эту стену вчера раздолбил мой ребенок. Додолбил, наверное, тот сегодня муж. Что-то я только не пойму. Где вообще рабочие? Они должны быть с утра. И где вообще все? Ну ладно. Это не мое дело. Мое дело огород. Пойду забирать всякие плошки для огорода. Вот, друзья мои, показываю вам то, что вчера должна была вечером показать. Но не получилось. Грядка вот эта вот вторая. Я не помню, говорила я, по-моему, это грядки из полок. Вот эта вот, каждая вот эта половинка, здесь еще была вот такая вот, шик, и донышко было. Это были полки в комоде. Мы их приспособили вот так. Так, салатик. Что-то здесь вроде как прижилось. Что-то может быть не очень. Посмотрю. Так, ну, здесь вот то, что я нагромоздила. Ну, это будет убираться. Там я поставлю какие-нибудь маленькие плошечки. Так, вот это вот я, наверное, должна срубить, срезать. Потому что это какой-то противный, мне кажется, вот этот вот ключ, въем, который был в Санчанке. Здесь тоже посажено салат у меня вчера. Ну, вот это все на сегодняшний день. Сейчас буду что-то делать опять вот в этом закутке. На сегодня хочу убрать вот мусор весь. Все вот эти белые веревки, которые здесь разбросаны. Жаль, у меня здесь нет грабель. Ну, придется в наклонку. Там черную какую-то вот пленку там торчит. В общем, как-то надо здесь немножко разгрести. Приволокла вот эти вот корыта сверху. И вот там тоже емкости. Может быть, займусь вот этой грядкой слева. Она там есть. В общем, посмотрю. Может быть, туда корыта поставлю. Вообще, сегодня, конечно, усталость. Надо, наверное, через день приходить. Потому что невозможно, невозможно усталости. Делать ничего не хочется. Видите, вот было коротко. Вот этот расслаб. Вот можно, что? Вот этот расслаб. А вот они, корейские дубанчики. Такие же, как и в Москве. Нашла здесь на городе вот такие плоские, 5 штук. Закладываю сюда траву в виде дренажа. Ее здесь полно, а мне она не нужна. Ладно, ее потом все равно куда-то надо собирать. Поэтому вот так сначала траву, а потом землю вот с этой вот грядки. Ну, у меня, как всегда, планировала там закончить, в том отсеке. Вот там, но перешла сюда, что мне здесь захотелось. Там, видимо, я вчера там устала уже ковыряться и решила здесь. Здесь, видите, я всю листву, вот то, что тут было уже собрано, посыпаю песком. А вот в этом углу, вот в этом углу, вот там я рою яму. И туда сейчас буду забрасывать мусор. Вот тут я орублю. Вот тут я. Вот тут я. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 телефон так долго я снимала все в общем вот я перебил перебазировался вот в эту часть все вот здесь в более-менее вот вот эта вот часть так это выровняла но там будет еще дождите все это будет выравниваться оседать понятно что там я закопала всякий мусор хлам вы видели там в конце уже там осела последний этот вот синие кашку сюда хотим посадить цветочки вот здесь это просто черные стоят емкости чтобы плеенка не улетала здесь уже подготовила землю надо бы ее полить но пока не сажала огурцы хочу сюда посадить но не знаю здесь его фито сквозняк огурцы сквозняк не любят вот но все равно посажу бочка здесь стоит все равно посажу вот это еще на это все обрезать сегодня уже руки не дошли уже вечереет так что смотрите как здесь уже все преобразуется мусор весь практически убран начала вот дербанить вот эту грядку которая без клеенки здесь убрала видели разломала весь все вот эти вот растения где-то вот еще осталось у меня клеенка вот видно ее черное но это потом уже надо будет вот это все снимать дерна это вот здесь уже тоже более-менее все выровняла не снимала потому что телефон разряжается вот здесь по моему я снимала вот я здесь вырывала яму здесь хорошо очень роется легко потому что земля очень легкая и я туда все вот эти вот перечные стволы бросила начала вот тут грядку тоже терпанить и сделала вот такие приемкости я их внизу наполнила тоже мелкими ветками но это от сосны там были и от перца мелкие всякие трава сушняк то что я вот просто собрала хвои там под вот этими соснами и вот это сюда значит я поставила вот эту зеленую скромозила не знаю что-то не сделал пролила перец может быть может быть я успею его посадить ну в общем то и все но вообще-то много немножко здесь вот уже порядок виден и не знаю куда вот эти нам листы деть наверное выбрасывать придется а вот вот в это кашпо я хочу посадить огурцы чтобы они пошли вот по этой сетке вот там вдали сетка есть ржавая такая вот видите вот там вот вот там где трава ее заполонила за синими штуковинами на вроде бы повыше может быть ее сюда поставлю но она такая ржавая не очень красивая с другой стороны если огурцы по не пойдут то ничего толку то ее не будет видно тем более кашпо коричневый но в общем то я все это посмотрю еще так немножечко сейчас уменьшу вам покажу вот так вот полным ракурсом что у меня получилось еще хочу вот эту грядку как-то сделать ну вот подумаю надо ли здесь что-то делать или не надо здесь что-то делать там вот видите лук растет перед зеленый теперь зеленым кашпо вот вот так вот у меня там получается а и смотрите как я эти железяки поставил но не мне мешали смешались я их ставил стояла потом думай а чё-то красиво получается дела их вот так по одной здесь и поставила у меня получился вот такой дизайн это неожиданный такой неожиданный дизайн наверное я на этом с вами на всякий случай попрощаюсь а то будет некрасиво как вчера когда я не успел попрощаться у меня я не смогла снимать нас если снимала но не сняла так вот у меня вышло вот но я еще я еще возможно подключусь если успею посадить салат вот в первую первое огромное кашпо все таки вот здесь вот я посадила до конца салат это такой фиолетовый фиолетовый салат и полила все все полила и здесь я посадила тоже салат в этот жбан полила а здесь я буду сажать огурцы и тоже полила не полила только там твои бочки красные тащить не захотелось может быть может быть на днях посажу огурцы все свет холодно еще холодновато но если только пленкой накрыть но не хочется не с этим возиться ну что ж всего теперь я с вами до свидания до новых встреч пока пока